Про таких, как Антон Ахметов, говорят, в детстве не наигрался. Получив два высших образования, квалификацию сварщика 5-го разряда, он вернулся туда, где провёл 8 школьных лет. Только теперь в здании бывшей школы номер 11, Кванториум, и Антон Кенешевич здесь наставник. С его помощью Анжелика Дудина и Регина Сливащенко собирали этот дрон-диагноз тепловизором на борту. В перспективе это будет беспилотник размерами с это помещение, то есть он огромный, который может держаться в воздухе практически неограниченное время за счёт солнечных батареек. Для кого этот проект будет интересен? Это для МЧС, то есть России. Кванториум в Тобольске открыли в декабре 2019 года. А уже сейчас здесь занимаются техническим творчеством 1400 воспитанников от 11 до 18 лет. И все они нацелены на проектную деятельность. Здесь Александр Кувалдин разработал кластер на основе одноплатного компьютера. Это компьютер, который состоит из нескольких маленьких компьютеров, которые работают все вместе, одновременно и параллельно. При этом образуется одна такая большая машина, которая управляется одной маленькой плашкой. Задача, она вместо того, чтобы решаться на одном компьютере, например, условный час, она разбивается на 8 и решается, соответственно, намного меньше. Почти все разработки юных табаляков имеют прикладной характер. Девятиклассник Федор Попов на конкурс «Большие вызовы» представил 3D-модель электромопеда. Его сигнализация подходит под систему «Умный дом». Электромопед будет состоять, собственно, из электродвигателя и батареи. Достаточно мощной батареи, которая имеет вольтажность 72 вольта и мощностью 3 киловатта. Что сможет достигать скорости 60 километров в час. Моя идея – сигнализация, как минимум. Потому что обычная сигнализация, она идет как звуковая, то есть звук кричит, орет. А у меня приходит смс на телефон, то есть как бы что происходит в движении. Проекты усложняются, когда за них берутся воспитанники классов Сибура. В основе их программы международной компетенции, инженера будущего и передовые образовательные практики по физико-химическому профилю. Мы работаем с классами Сибура, то есть 9-я, 18-я, 16-я школы. Они у нас работают на базе наших квантумов. Вот Федор, Софья, у них проект с ростом вообще. То есть она изначально, как ребенок Сибура, Федор, как мой проектник. То есть у них пересечение пошло. То есть почему? Потому что у него электромопед, ему нужны мощные элективые батареи. Финальный этап регионального трека Всероссийского конкурса «Большие вызовы» прошли 12 воспитанников детского технопарка «Кванториум Тобольск». Александр Кувалдин и Софья Пьянникова стали призерами. Накануне их честовали в городской думе. Ольга Куричко, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Продолжение следует.